Добрый вечер, земляки! Точнее, в Самаре теперь. Я, надо сказать, в Самаре первый раз. Я был только в Куйбышеве до того. И даже когда сегодня в аэропорт прилетел, сработал какой-то такой импринтинг детский, я таксисту сказал, когда он спросил, куда мы едем-то, собственно, я сказал, в Куйбышев. И он говорит, куда? И палеонтологией, можно сказать, тоже начинал заниматься здесь, потому что был музей в этом, который еще тогда находился в здании костела, где теперь опять, насколько я понял, находится костел. Я не знаю, где столько немцев набрали. Они где-то в 30-е годы в основном здесь жили. Кто теперь? Поляки? Будем знать, что в Самаре теперь еще и польский центр. Ну и потом, опять же, если кто знает, дом у меня как раз стоял на краю. Говорят, сейчас до сих пор стоит на краю парка Щерса, который до того был старым древолюционным кладбищем. И когда мы там жили, как раз начали прокладывать какие-то магистрали. Я уже не помню, какие то ли газ, то ли горячую воду, потому что у нас точно была до определенного момента только холодная вода. И начали вычерпывать в огромном количестве человеческие кости, черепа. И вот мы ребятами бегали, конечно, все это собирали, рассматривали. И вот такой получился палеонтологический импринтинг, с которым я дальше и уехал жить в Подмосковье. Что? Да, у меня. Все. Теперь можем начинать уже официальную часть. Привет, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Андромонов. Я приветствую вас от лица самарского филиала Архе. У нас сегодня почти открытие. На самом деле мы открылись в мае. К нам приезжал великолепный Владимир Сурдин. Кто-то, может быть, ходил на эту лекцию. У нас есть видеозапись в группе Архе Самара. Собственно, я вас всех агитирую вступать в группу Архе Самара в ВКонтакте и в группу 15 на 4 Самара, где мы будем анонсировать все мероприятия. Да, у нас почти открытие. В смысле мы открываем новый сезон. Новый сезон, первый сезон, собственно. Вот. Мы планируем проводить мероприятия здесь раз в неделю, кроме следующей недели. Здесь будут выступать разные самарские лекторы. Будет цикл об архитектуре от Ренаты Нособулиной. Цикл тоже самарских историков местных. И к нам будут приезжать гости. В частности, через месяц мы ждем Алексея Водовозова. Следите за анонсами наших мероприятий. Где-то, ну, про Водовозово мы знаем, да, когда это будет. Вот. 19 октября, 18 воскресенья, по-моему. Тоже приходите, следите за анонсами. Собственно, я передам слово тоже Алексею Сивухину, гуру культурно-просветительского центра Архе. Что-то скажешь? Здравствуйте. Я руководитель центра Архе в Москве. И нам очень приятно открывать филиал здесь, в Самаре. И это такой нелишний повод приехать и еще раз посмотреть ваш замечательный город. А сейчас я не буду уже много говорить, а представлю нашего лектора Андрея Юрьевича Журавлев, доктор биологических наук, профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ и предоставляю ему слово. Спасибо. Так, обещали свет немного притушить. Ну, я так понял, я и начинаю цикл лекций от самарских лекторов. Ну, как вы видите, на данной картинке палеонтологии профессионально и на уровне любителей интересуются очень многие великие люди, которых вы знаете по американскому кинематографу. Ну, и есть масса палеонтологов, которые до сих пор работают, в том числе и в России. И сегодня я, конечно, вам покажу очень много всяких картинок о том, чем и живет современная палеонтология, и будут они представлять очень разных людей. Вот, скажем, здесь у нас один из самых известных специалистов современных по динозаврам, американец Стив Брусати, работает в Эдинбургском университете и иногда развлекает публику тем, что пишет книжки. Там, по-моему, есть как раз его книга на русском языке, переведенная очень неплохо. И вот с помощью грантов National Geographic они устраивают вот такие вот перфомансы. Я вам не буду говорить, что этого тираннозавра вырастили из пробирки, а то многие могут и поверить. Его целиком, соответственно, собрали из всяких полимеров, аккуратненько все это заварили, а потом по новой распотрошили, и об этом был снят в 2015 году документальный фильм. Мы, собственно, проводим аутопсию тираннозавра. Причем все органы, в общем, были сделаны в натуральную величину, и, как видите, довольно так натурально все это выглядит. Ну, не факт, что именно такого размера было сердце, тут примерно с меня ростом оно должно быть. Ну, где-то очень близко. Так что и вот такая бывает теперь палеонтология. Ну, а, в принципе, для того, чтобы добыть что-нибудь палеонтологическое, ну, иногда можно посетить Жигулевский кряж и найти замечательные вещи, которые вы можете видеть здесь в витрине. Ну, а я занимаюсь более древними зверями, которые существовали более полумиллиарда лет назад, и ездить в основном приходится в Сибирь и некоторые другие дальние страны, хотя некоторые из них даже ближе, чем Сибирь, если лететь из Москвы. Ну, можно туда съездить и зимой, как вы видите. Вот, на всякий случай, запомните вот эту картиночку в центре, она нам еще потом понадобится, мы о ней вспомним в связи с некоторыми палеонтологическими проблемами. Так, отчего мы не двигаемся. Вот, ну, лучше все-таки ехать в Сибирь летом, когда немножечко побольше видно всяких горных пород. Так, это у кого заело? Летом, ну и поскольку все это стоит очень дорого, и очень-очень дорого, приходится ездить в складчину с людьми из самых разных университетов. Вот здесь у нас совместная Эдинбургско-Нанкинская экспедиция, которая состоялась четыре года назад на реку Юдома, которая приток реки Майи, который приток реки Алдана, который приток реки Лены. Лену примерно представляете. Все это находится на юго-востоке Якутии, на границе с Хабаровским краем. Зачем нас туда понесло, в такую даль, исключительно всяким водным транспортом? Причем по мере продвижения вверх, все от более крупной реки к более мелкой, соответственно, мельчал и транспорт водный. Так, нет, мы будем до утра сидеть. Давайте тогда вводить ручной режим и нажимать на кнопочки по моей команде. Хоть человек, конечно, понимает, что дорога дальняя, но не до такой же степени. Вот. Ладно, мы так будем пропускать эти красивые пейзажи, которые у нас богата Россия. Тут, кстати, вот эта рождественская елочка, это на самом деле украшение за счет исключительно естественных сетей пауков. Вот что они умеют делать в природе. Так, дальше. Дальше сразу пропускаем. Поехали дальше. Вот. И что мы там находим? Мы находим там всякие грибы. Вот этим грибам, которые вы видите справа, они как раз с реки Майя, и им больше миллиарда лет. Даже не буду называть, как этот век называется, период точнее, можно прочитать. Как отличить гриб от негриба? Ну, надо вырастить и посмотреть, что получится. Даже если этому грибу миллиард лет. Вот мы взяли, нашли маленький грибок, он начал у нас расти и расти, пока не вырос вот до такой степени. И тогда мы видим, что это шляпка спороносная, это у него ножка, которая состоит из гиф, из грибницы. И все это можно различить. Ну, понятно, что на самом деле мы, конечно, не можем прорастить гриб возрастом больше миллиарда лет, но мы можем собрать остатки разных возрастных стадий и вот так вот выложить. Грибы, надо сказать, тогда были исключительно водяные, причем исключительно морские. Сейчас такие есть, какая группа микроскопических, одноклеточных грибов, которые уничтожают всякую органику, отмершую, но иногда бывает и на живую перебирается, и тогда бывают всякие грибковые заболевания. Вот канадцам повезло несколько больше. У них гриб, правда, помоложе, но зато они нашли действительно целую колонию грибов и обнаружили, что там есть стенка двуслойная, внутренний слой состоит из хитиновых волокон, их можно определить по, собственно, компонентам органическим. Да, грибы, как и насекомые, это у нас в основном хитин. И едим мы этот самый хитин, и, конечно, мы его не перевариваем, так что грибов можно есть сколько угодно, точно не потолстеете. Ну, еще что важно, что они нашли вот эти трубочки грибницы, которые имеют перегородки, потому что, что важно, чтобы вот эти цилиндры, они, во-первых, были одного диаметра, чтобы перебрасывать всякие полезные вещества вместе с растворами от одной части грибницы к другой, но и в то же время они должны крепиться перегородками, чтобы эти трубочки не склопались. Вот это признаки исключительно грибов, так мы их распознаем. Следующую картинку, пожалуйста, даже если этим грибам больше миллиарда лет. Ну, и дальше, если мы перебираемся на целых полмиллиарда лет в более молодые отложения, так притормозить немного, то мы видим уже потихонечку начинают накапливаться вот на тех же реках мои и юдами самые разные организмы. Вот сначала вообще непонятно что, такие вот кругляши, которые долгое время считали медузами, а потом, когда научились определять состав органики из веществ, которым, опять же, многие-многие сотни миллионов лет, выяснилось, что это колонии цианобактерий. А вот те кругляши, которые здесь, и тоже долгое время описывались как медузы, они на самом деле являются прикрепительными дисками всяких необычных идиокарских животных, которые существовали более 550 миллионов лет назад. Но везде эта фауна называется мягкотелой, потому что никаких скелетных минеральных образований у них не было. Вот у нас есть скелет, мы не мягкотелые, хотя, по крайней мере, внутри у нас мощный фосфатный стержень, а вот в Сибири эти существа морские, мы всё идём речь исключительно о морских отложениях, почему-то начали откладывать скелет. Ну, может быть, потому что очень много было карбонатов, было такое карбонатное, гигантское, очень тёплое экваториальное море, где тогда находилась наша Сибирь у экватора, и они ни в чём себе не отказывали. Может быть, какие-то были другие причины, потому что в одном случае скелет просто откладывается, потому что вы вместе впитывая всякие внешние жидкости из-под крана получаете избыток карбоната, который куда-то нужен деваться. Вот чайник скипятили, там этот карбонат отложился. Кстати, какой там карбонат формируется, кто знает, в чайнике накипь из чего состоит? А точнее, все, все начали гуглить. Ладно. Доломит, такой карбонат кальция с примесью изрядной магния. То, что мы здесь видим, у нас тоже в основном доломиты. Почему формировались именно доломиты? Долгое время тоже считалось, что как в чайнике нужно этот раствор вскипятить, то есть нагреть, и у вас будет взаимодействовать карбонат с сионами кальция и магния, и получится вот такая магнезиальная накопь или доломит. Но, когда мы начали работать опять же в Сибири, точнее, продолжали работать в Сибири, нас все-таки заинтересовало, почему тут этот доломит иногда образует километровые по мощности, ну и так вот толщина, по-геологически называется толщина, не может, чтобы вскипятили целый океан, и он отложился. И выяснилось, когда начали искать современные аналоги, да, доломит формируется при нормальной комнатной температуре, просто для этого нужно, чтобы бактерии создали бескислородную среду, из которой убирается сульфат, сульфат он очень активный, и он, и он всегда магний первый поймает раньше, чем карбонат, поэтому доломит не получится. Когда сульфат убрали, перевели, восстановили фактически до серы, до сульфида, начинает формироваться у нас в океане доломит, а это означает, что океан у нас был каким? Бескислородным. И это уже в то время, когда, как видите, существовали достаточно разнообразные животные. А по мере того, как кислород начал накапливаться в маленьких-маленьких дозах, животные становились все разнообразнее и разнообразнее, и после одиакарского периода начинается кембрийский, прям в одних и тех же утесах мы все это можем проследить, вот это разные комплексы ископаемых буквально из одного места у царики Юдомы, и мы видим сначала, как я вам говорил, всякие диакарские непонятные существа, которых мы точно не знаем, животные они или кто-то еще, и потом появляются настоящие скелетные животные. Сейчас, да, конечно, таких нету, но все равно это уже предки современных моллюсков, это предки современных всяких других животных, которые существуют до сих пор. Идиакарские животные, если они были с животными, исчезли навсегда. Дальше мы немножечко отвлечемся, проедем в другую часть мира, в Намибию, страна исключительно сухая, пустынная, дождей иногда по несколько лет не бывает, но тем не менее даже в таких условиях растут замечательные деревья. Вот если вы посмотрите на розетку листьев, то вы это дерево наверняка узнаете, у многих оно растет на подоконнике. то что это? Правильно алоэ. А вот если вашему алоэ не давать долго пить, несколько лет, вот из него вырастет дерево, называется алоэ дендрон. Оно внутри полое, ствол, как губка, наполняется водой, и таким образом это дерево может существовать без дождей многие-многие годы. и вот этим деревьям, которые вы здесь видите, им на самом деле больше ста лет каждому, потому что есть аэрофотосъемка различных лет, и каждый из них стоит на месте, зеленеет, это проверялось. Ну и поскольку там полно воды, вот местные люди, которых называют бушмены, а сами они называют себя народом сан, вставляют туда трубочку, когда хочется пить, и пьют. Очень удобно. Ну или если нужно хранить мясо, то выскребают ямку в стволе и туда закладывают. Дальше корой заделывают обратно, и мясо может там храниться несколько месяцев как в холодильнике. Ну а мясо, как видите, там много. Цесарки настоящие, живые, дикие, и многие другие птицы, как вы видели на предыдущей картинке животных. Ну и, конечно, пустыня Намиб, это настоящие горы, потому что они не шевелятся, вот наверху песок перевивается, а вообще вот эти стоят внушительные по 200-300 метров дюны, они стоят на месте, ведут себя как горы. И рядом с этими горами опять же очень много всяких ископаемых, которых мы называем идиокарской фауной. Здесь как раз показаны те самые исследования, которые доказали, что вот эти вот кругляши это на самом деле колонии цианобактерий, потому что они содержат исключительно остатки жиров, которые бактериального происхождения, а вот эти вот странные ребристые вещи вроде дикенсонии, которая прекрасно когда-то жила у нас в районе Белого моря, скажем, больших количествах, они на самом деле действительно животные, потому что как и все животные, они накапливают в течение своей жизни. Что мы накапливаем в течение всей своей жизни? Кто знает? Холестерин. Вы полезете в интернет, узнаете, что мы накапливаем в течение всей жизни холестерин, он никуда не девается, он переживет всех нас и превратится со временем в остаточные молекулы, которые называются холестероиды, и по ним можно узнать, кто это был и что он конкретно ел. Чем еще хороши эти набибийские разрезы, там, видите, вот такие белые полосочки, это вулканические туфы, пепел вулканический, его очень легко датировать всякими радиоизотопными методами, мы можем просчитать точно, сколько времени прошло, пока одна фауна сменилась с другой, а фауны было очень много, вот эти, опять же, мягкотелые идиокарские организмы, а здесь какие-то странности такие, которые вообще непонятно что, потому что это самые первые скелетные организмы, которые существовали на Земле возрастом 542-540 миллионов лет, вы видите, и когда их нашли лет 20 назад впервые, понять, что это такое было невозможно, потому что нужно было сначала реконструировать сам скелет, что тоже не просто, карбонат в карбонате, нужно делать тонкие срезы и потом по этим тонким срезам восстанавливать трехмерную конструкцию, ну, получается, что-то вот такое вот, ну, высотой до 3 сантиметров на самом деле вот это существо, и хай-тековская такая настольная лампа, больше сравнивать не с чем, поэтому гипотез было огромное количество о том, что бы это могло быть. Ну, когда мы немножечко покопались, поскольку скелетик все-таки толстенький, выяснилось, что скелет у него очень сложный, это был уже многоклеточное настоящее животное, и поскольку оно еще почковалось очень своеобразным образом, то напоминает некоторые современные существа, которые называются мшанки. Вот, кто был на море, видел такие мелкие-мелкие сеточки, или вот там вот можете в витрине посмотреть ископаемые мшанки настоящие, очень распространенные современные организмы, которые покрывают своими известковыми скелетами, живут они колониями все поверхности. У них есть определенная структура этого скелета, и вот у этого существа намоколатуса, что означает кубочек из Намибии, у него скелет был устроен вот точно так же, очень сложно. Ну, ладно, скелет, мы тогда нарисовали с художником британским Джоном Сибиком, который больше всего любит, конечно, реконструировать динозавров, но тут решил согласиться и такое странное существо нарисовать, в общем, получилось такое очень косматое все в щупальцах. Ну, щупальцами мы, видимо, переборщили на тот момент, потому что покопались еще немного, и в другую экспедицию нашли вот такую плитку с этими же существами, вот видно, они на фоне моей руки, их много-много, где-то самые большие, около сантиметра в диаметре, в основном еще мельче, и все это такое имеет рыжеватый оттенок, это перид, железный или серный колчедан, понятно, что стоит из железа и серы, железо берется из океана, который у нас по-прежнему в значительной степени бескислородный, железо там находится в активной форме, двухвалентность, кто знает, серы берется из самого мягкого тела, но из мягкого тела, в результате вот этот вот железно-серный колчедан оседает в мягком теле, остается такой его слепочек, остается нам, опять же, его разрезать и реконструировать аккуратно по всем этим перитовым наслоениям, а что это было, какие мягкие части у него было, да, получается, действительно, существо с щупальцами, которые выходили вот сюда из этих ложбинок, но не такое косматое, и это действительно один из предок современных групп животных, которых мы знаем как пшанки, как брахиоподы, ну, еще некоторые известные только зоологам, профессионалам группы, живущие до сих пор, вот это их предочек, который существовал 550-540 миллионов лет назад, это что-то по-прежнему заедает, как я говорил, океан был бескислородный, поэтому где-то этих намоколатусов, где кислорода было побольше, а все-таки поверхностные воды океана с кислородом из атмосферы смешиваются, там намоколатусы росли большие, толстые, жирные, там, где его не было, они были маленькие, или их совсем не росло, росли только бактерии, еще раз нажимаю на кнопочку, вот, ну, чему нас учат эти намоколатусы разного размера, первое, то, что там, где им жилось плохо, они были маленькие, но при этом они интенсивно размножались, почему, почему, вот, все, кто живет недолго, скажем, якутские коровы, это такая взрослая перед вами корова, такая порода скота, условия суровые, живут они недолго, храна закалывают, потому что легче заколоть, чем прокормить, всякие пигмеи, но тут перед вами они юго-восточно-азиатские, пигмеи не только в Африке есть, они есть на всех континентах, тоже живут в очень суровых условиях дождевого тропического леса, где все нужно добывать своими руками, поэтому живут они недолго и, опять же, вынуждены взрослеть и начинать размножаться очень рано, уже где-то к 12-14 годам они дают на поколение. Вот то же самое происходило с намоколатусами, когда условия были совершенно бескислородные или почти бескислородные, нужно было быстро дать начало новому поколению и не важно, что ты при этом еще не вырос, а вот там, где кислорода было много, они росли до больших размеров. Ну и еще, что важно, потому что они такие вот разные, может быть, это действительно разные виды, на самом деле мы считаем все одними, а вот здесь перед вами гольцы, но это такие родственники форели, которые живут в арктических озерах, поэтому и называются арктические гольцы. И вот перед вами четыре очень разных рыбы, но на самом деле это один вид, который живет в одном озере. У них абсолютно одинаковая генетика, при желании они могут друг с другом скрещиваться, но это у них просто икру выметал, дальше самец выметал молоки, и все, скрестились, какого бы разного размера не были. Что здесь произошло? А произошло вот что, когда гигантский ледник северный растаял, образовались озера, примерно один с половиной тысяч лет назад, которых никого не было. птички заносят туда икру, из икры начинает развиваться рыба, и рыбе нужно занять все озеро. У озера, как, скажем, у шотландских лохов, может быть огромная глубина, и чтобы наполнить ее толщу, одни рыбы должны приспособиться к поверхностным водам, другие глубинным, одни начинают расти быстрее, другие медленнее, и начинает такое формирование различных типов обитания. Если пройдет еще несколько миллионов лет, вот эти отдельные формы рыб, они превратятся в виды. Мы наблюдаем такой процесс в современных озерах, в африканских, которые существуют несколько миллионов лет. Там начиналось все с такого же и превратилось во много-много всяких видов усачей, барбусов или цехлит, которые тоже, может быть, кто-то знает из любителей аквариумистики. Здесь происходило то же самое. У нас мир совершенно пустой еще, очень мало животных, и вот намоколатус заполняет самой любимой все пространство Намибии, и не только он потом отправляется в Америку, отправляется в нашу Сибирь, тоже переселяется, и получается такой мир, состоящий из одних намоколатусов и еще нескольких там других видов. Если кто знает такой вид Биенджон Малкович, быть Джоном Малковичем, где, соответственно, главную роль играет Джон Малкович, и суть сюжета в том, что люди нашли проход в его голову и туда путешествуют, смотрят на мир глазами Малковича, и узнав об этом, он решает сам попасть в свою голову, но оказавшись в своей голове, он видит мир, состоящий из одних Малковичей, женщин, мужчин, черных, желтых, белых, высоких, толстых, совершенно любых, но одни Малковичи, вот это был у нас такой же мир, состоящий, только не из Малковичей, а из Намакалатуса, с этого все начиналось, а дальше уже следующую кнопочку нажимаем и получаем, сейчас пропускаем, нажимаем, пропускаем, нажимаем, не будем останавливаться тогда на всяких наших геохимических нюансах, картинки иллюстрирует, как у нас кислород начал накапливаться и долго еще вибрировал, поэтому нажимаем опять дальше, животных было то больше, то много, то мало, то они были толстые и красивые, то мелкие и некрасивые, все связано было с уровнем кислорода, потому что для того, чтобы построить скелет, для того, чтобы вырасти кислорода было нужно много, как и нам, потому что у нас есть такой орган, как мозги, который требует мощной кислородной подпитки, вот если бы в Мезозои не начались процессы, которые способствовали повышению уровня кислорода в атмосфере, нас бы с вами здесь не было, потому что у нас бы не выросли такие мозги, а все начиналось вот тогда, в Кембрийском, в Идиакарском океане, около полумиллиарда лет назад, так, перемещаемся еще в одно место, на этот раз это Южный Китай, это житница всей планеты, где выращиваются самые разные фрукты, овощи, любого цвета рис, там на рынок приходишь, как в ботанический сад, или ботанический музей, можно все рассматривать, и там еще самые древние, одни из самых древних многоклеточных водорослей когда-то росли, и все там же, и там появились, видимо, самые первые многоклеточные животные, хотя мы не знаем, кто они такие, потому что они дорастали до стадии эмбриона, окаменевали, и дальше мы можем изучать вот эти мелкие субмиллиметровые размерности, но максимум где-то один миллиметр размером крошки, и видеть, что они состоят из клеток, клетки состоят из разных элементов, в том числе мы видим даже ядра, в ядрах видим ядрышки, а этим остатком 600 миллионов лет, ну вот что синхротронная рентгеноскопия позволяет делать с полиентологическими образцами, не любыми, конечно, нужно, чтобы они трехмерно минерализовались. И дальше в том же Китае, сейчас в Южном, в Юнане висят вот такие красивые призывные плакаты с какими-то многоножками, эти многоножки одни из самых первых членистоногих, от которых произошло фактически все современное население, и раки, и пауки, две разных линии членистоногих весьма. И опять же, если раньше вот такие находили отпечатки, ну вот, ну что тут смотреть особо, ну, видно членистую поверхность, понятно, что членистая нога какое-то, может быть, иногда ножки было увидеть, но оказалось, что с помощью современных методов можно заглянуть в самые разные органы, увидеть отдельное устройство кишечника, но это не проблема, мы опять же много кушаем, как правило, поэтому у нас обогащается фосфатом весь кишечный тракт, потом прекрасно окаменеет и превращается в такие замечательные окаменелости, отдельные, которые называются кололиты. Вот, кто знает, есть такое заболевание кишечные колики, но колики на самом деле не от того, что в боку колит, а от греческого слова кишки. Вот, а кололит это окаменевшие кишки. Но оказалось, что можно увидеть не только кишки, можно увидеть кровеносную систему, потому что, как правило, кровеносные сосуды, они переносят в больших количествах железо или медь, если это членистоногие, мы можем отследить по этим остаткам меди, железа, где была кровеносная сосуда, но оказалось, что можно увидеть даже нервную систему, потому что она тоже представлена самыми разными элементами, и отследить, как она была устроена, и как нервная система постепенно развивалась у разных древних организмов, превращаясь во все более сложную, потому что вот перед вами начало, где фактически ничего нету, и дальше начинают развиваться уже настоящие мозги, а когда глазиков еще четыре, и нужно сочетать сигналы, которые вы получили от каждого глаза, который при этом шевелится, можно направлять в разные стороны, представлять вот эту трехмерную картинку внешнего мира в этом мозгу, конечно, мозг нужен очень крупный, и вот так постепенно, по мере роста мозга у нас еще и получаются очень крупные хищники, ну, для Кембрийского океана, конечно, потому что тогда метрового размера существа были просто огромные, все остальные несколько сантиметров размером, и это тоже, можно считать, средний размер, и вот этих огромных хищников, которые не были похожи ни на что современные, но только вот у них первые предротовые лапки были такие членистые, поэтому понятно, что они где-то были родственники членистоногих, и глаза у них сетчатые, фасеточные, как у стрекоз, что тоже показывает, что они родственники членистоногих, но при этом у них огромные мозги для того времени, которые показывают, что это не просто были хищники, были очень активные хищники, особенно в сочетании с устройством глаз, которых состояли из нескольких тысяч фасеток, как у самых мощных летающих членистоногих хищников, у стрекоз современных. Были такие аналоги морские, причем стрекоз того мира. Ну, и когда опять же у нас ископаемый сохраняется трехмерный, при желании можно все это оцифровать, и потом то существо, которое несколько миллиметров в диаметре, распечатать в деталях на трехмерном принтере размером любым, и можно заснуть туда голову и рассматривать, как вот это миллиметровое существо выглядело изнутри, во всех деталях. Когда оно фосфатизируется, формируются фосфатные минералы, все получается застывает на сотни миллионов лет. Опять же. Ну, и в общем-то нам всегда интересно не то, что данное существо когда-то было, а как оно вообще жило, как оно питалось. Это, конечно, немножечко более изощренные нужные методы, уже мало получить его просто трехмерное изображение, нужно еще изучить, как-то, как двигались его конечности, что можно при современной компьютерной программах тоже с помощью компьютерной томографии получить трехмерный слепок, а дальше изучать, соответственно, с помощью дополнительных программ, как будут двигаться конечности, как это существо чинистоногое будет сживать, но чинистоногие в отличие от нас жуют пищу не внутри себя, а снаружи, вот с помощью, ну, если вы видели рака, вот видели у него клешни, на самом деле, там вот этих клешней, всяких подклешней очень много, и когда рак ест, это постоянное движение, манипуляция этими конечностями, как он разделывает добычу, порядка двадцати разных манипуляций совершает, чтобы ее растянуть, расчленить, разрезать, в конце концов, когда там уже остается маленький весь промятый кусочек, там можно запихнуть в рот, проглотить, и вот эти древние членостоногие, они поступали то же самое, так же, только у них не было клешней еще мощных, поэтому они жевали специальными жевательными отростками, вот здесь мы их видим, вот крупным увеличением мы видим так, видите, такие темненькие зубчики, почему они темненькие, потому что здесь усиленная хитиновая кутикула, чтобы ломать панцири или раковины, вот перед вами дырки, которые были взломаны таким образом, и что еще важно, есть еще мускульный желудок, вот у нас отдельные мускулы, которые все-таки довершают жевание этой пищи, и есть еще огромное количество, вот здесь они видны зелененьким, пищеварительные железы, которые выделяют очень кислые соки, которые позволяют все это переваривать, и опять же мы рассуждаем о существе, которому больше полумиллиарда лет, мы можем в деталях реконструировать теперь всю его жизнь, от начала и до конца, ну, видите, по мере развития мозгов хищники все совершенствовались, вот это ракоскорпионы, которые подросли в определенный момент, до полутора метров и даже до двух с половиной метров можно экстраполировать, но вот самые крупные находки целиком, как здесь, это полтора метра, ну, человек рядом снялся, любитель, тоже палеонтолог из американского штата Нью-Йорк, который нашел эту громадину, громадину, тоже очень изощренные жевательные конечности, которые вот здесь располагались под головой, где ротовое отверстие, очень изощренные фасеточные глаза, очень крупные, которые позволяли видеть далеко и даже в сумерках в мутной морской воде и ловить добычу, и очень сложно устроены эти глаза, где мы можем увидеть расположение пигментных клеток, но это глазики его современного близкого родственника мечехвоста, единственные современные паукообразные в широком смысле, которые остались верны морской среде, а здесь вот глаза ископаемого рака скорпиона, которые устроены точно так же, вот эти вот лепесточки образовались за счет расположения пигментных клеток, вот пигментные клетки, они неуничтожимы, фактически пигменты сохраняются надолго, практически навсегда, ну и с помощью опять же разных методов можно реконструировать разные существа по отдельным их сколам, срезам, ну иногда приходится делать несколько тысяч вот таких вот срезов, чтобы реконструировать животное целиком, не везде можно вытравить его из породы и рассматривать, иногда вот приходится все равно добывать вот такие вот круглые конкреции, потом разрезать их на сотни частей и с помощью компьютерных всяких программ делать 3D-реконструкции, ну примерно то же самое делают археологи в Помпеях, они находят полости, выжженные вулканическим пеплом, заливают гипсом, получаются слепки людей или несчастных домашних животных, которые здесь погибли, вот 430 миллионов лет назад в Англии, которая находилась тогда рядом с Северной Америкой, тоже взорвалась огромная вулканическая цепь, вулканический пепел, точнее растворы в большей степени выжгли тельца этих существ морских, а теперь палеонтологи могут их реконструировать в деталях, вплоть вот до таких странных форм, которая называется Солосина Ктулху, Ктулху это в честь такого чудовища из фантастических романов Лавкрафта, а Солосина в честь британского палеонтолога XIX века Солоса, ну не только палеонтолога, он и зоологом был, прекрасным изучал голокожих, понятно, что речь идет об голокожих, на что это похоже, но если вот ножки оторвать, похоже на современного морского ежа, и действительно у него были зубы, как у всех современных морских ежей, ну почти всех, вот такие вот, причем самозатачивающиеся, такая удобная биологическая конструкция, когда у вас зуб тупится, отламывается ненужная часть, дальше опять идет заостренное лезвие, которым можно грызть породу или чей-то чужой панцирь дальше, вот зубы у этого существа действительно были как у морских ежей, панцирь вот тоже похож на ежовый, а вот если присмотреться к этим ножкам, которые, правда, тоже были покрыты известковыми пластинками, то она напоминает современный галатурий, потому что на самом деле, когда мы говорим о переходных звеньях, переходных формах, вот эта замечательная переходная форма между морскими ежами и галатуриями, да, зоологи могут сказать, с помощью методов молекулярной биологии, генетики, что морские ежи и галатурии близкие родственники, но как выглядел этот близкий родственник, точнее, соединяющих форм, они предсказать не могут, все, что они до этого рисовали, оно совершенно оказалось не похоже на то, как это выглядело в реальности, вот так, вот из этого, из морских ежей, через такие формы получились галатурии, ну, потом немножко вытянулись, потом отказались от табличек, мы все это в палеонтологической летописи находим и превратились в современные мягкие морские огурцы, так, помогите на кнопочку нажать, так, ну, ладно, это пропустим, грибы не всегда были такими маленькими микроскопическими, как я показывал в начале, вот примерно в то же время, когда у нас взорвались эти вулканы в Англии, на суше там существовали грибы, которые бы растали размером под 9 метров, поэтому долгое время, вплоть до последних лет считалось, что это, конечно, может быть, чем угодно, но никак не грибами, потому что 9-метровый гриб, ну, как он вообще держаться, на ножке будет, тот палеоботаник, который его описал, Доусон американский, был очень крупной величиной 19 века, один из критиков теории Дарвина, но тем не менее, он описал его как ствол именно дерева, потому что, ну, такого размера, метр в диаметре, 9 метров высотой, что это еще может быть, кроме дерева, потом, когда убедились, что это все-таки не дерево, стали возникать другие гипотезы, какие-то свернутые лишайники, какие-то свернутые высохшие водоросли, так рулончиком смотались, но в конце концов изучили, опять же, остатки в стеклянных препаратах, точно так же, как изучаются в современные насризах, благодаря вулканическим растворам, но Англия вообще долгое время была вулканическим таким микроконтинентом, все это прекрасно сохраняется, казалось, что устройство у него точно такое же, как у современных сморчков и строчков, которые называются сумчатыми грибами, почему сумчатыми, потому что у них есть вот такие внутри плодового тела, похожие на стручочки образования, где содержатся споры, и эти стручочки называются сумками, отсюда сумчатые грибы, вот перед вами сумчатый гриб, похожий на современный какой-нибудь строчок, только вот это вот существо у нас, хоть и здоровое, но всего 20 сантиметров высотой, а это 9 метров, почему грибы могли существовать в таком размере, потому что современные грибы съедят очень быстро, если не мы, то всякие грибные комарики, точнее их личинки, поэтому они долго не растут, они гниют, как мы называем, на самом деле они не гниют, они просто проедаются этими личинками всяких грибных комариков и некоторых других насекомых, и очень быстро рассыпаются, если бы их не ели, они, может быть, тоже вырастали в современных лесах до 9 метрового роста, а вот 430 миллионов лет назад, когда еще никаких грибных комариков и насекомых практически тоже не было, можно было себе позволить дорасти до такого размера, как только появляются в больших количествах насекомые, начинают их есть, все время больших грибов проходит. Ну и куда же нам без динозавров, тем более, что от них много чего осталось, даже следы, вот это следы такой небольшой завароподы, там в середине лежат наручные часы, которые когда-то вот здесь вот долгое время я носил, потом отложил за ненадобностью. Это север Астории, южный берег Кантабрийского моря, и 150 миллионов лет назад это тоже был южный берег моря, куда выходили динозавры, посмотреть, наверное, на заходящее солнце, очень красивые пейзажи, в том числе огромные завароподы. Ну, шутки шутками, но на самом деле наше представление о динозаврах, конечно, за сто, сколько там, восемь-десять лет с того момента, как это слово появилось, изменилось очень сильно, потому что долгое время, еще на протяжении почти всего XX века прошлого, как раз когда я по книжкам, купленным здесь, в книжном магазине, впервые узнал об этих существах, они рисовались, конечно, вот таким образом. Грузные, толстые, малоподвижные существа, и понадобились новые совершенно находки, и, конечно, новые совершенно догадки, чтобы они превратились вот из таких и таких вот в таких, ну или таких. Это вот недавно в Чикагске музей, где висит вот эта красивая панорама с изображением динозавров натуральную величину 27-го года, сделал точно такую же панораму уже с учетом современных знаний, тех же самых зверей. Ну, не будем здесь останавливаться, найдите 10 отличий, просто пойдем дальше, попробуем, скажем, для начала вырастить тираннозавра. Так, что нам нужно сделать, чтобы вырастить тираннозавра первым делом? Чего? Ну, я бы начал с того, что отложил яйцо все-таки. Хорошо. Значит, мы, вот, единственный способ отличить самку динозавра и тираннозавра в том числе от самца, это найти трубчатые кости большие, то есть, вот, скажем, взять берцовую кость, разрезать и посмотреть, что там внутри. Если там внутри есть вот такие медулярные отложения, медулярная ткань, известковые, богатые очень известью, это самка, потому что ей нужны запасы эти известей, чтобы отложить яйцо и чтобы оно получилось в известковой скорлупе. Если нет этих отложений, мы не знаем, кто это, потому что это может быть молодая самка, или самка, которая, наоборот, перестала откладывать яйца, или самец, можно догадываться сколько угодно. какого цвета была скорлупа у тираннозавра? Давайте подумаем. В последнее время опять же с помощью методов всяких геохимических удалось установить, что вот эти красивые цветные яйца динозавров, ну, скорлупа, они при жизни действительно были такими, потому что вот этот цвет скорлупы, он образуется за счет разных белков. Или биливердина, тогда они получаются такого красивого цвета индига, или протпорфирина, тогда они получаются коричневые, как у современных курнисушек, если кто любит яйца с коричневой скорлупой, считает, что там больше каротинов, на самом деле не так, одинаково, на всякий случай, спойлер. Были вот такие цветные, точно такие же цветные яйца и у динозавров, и мы их находим у современных птичек. Так, еще раз нажимаем на кнопочку. Вот, здесь вот с одного небольшого участка тундры несколько птичек, это такой есть резерват Кытылык, внизу в их реке Индигирки на севере Якутии, там гнездится 90 видов птиц на территории в несколько гектаров, причем эти птицы прилетают туда, гнездится со всей планеты, там есть птицы, которые прилетают из Южной Африки, из Австралии, из Южной Северной Америки, из Юго-Восточной Азии, даже из Антарктиды одна крачка прилетает вот через все полушария из одного заполярья в другое заполярье, чтобы отложить здесь яйца, вырасти и улететь обратно в Антарктиду. Вот, странное, конечно, поведение, но сейчас обратим внимание на цвет яиц. Значит, ну, здесь вот розовая чайка, у нее яйца, как раз вот такого голубовато-зеленоватого цвета, вот здесь вот куропатка, у нее яйца с протопорфирином коричневатого цвета, вот сама куропатка сидит, здесь вот пока не наступишь, она не улетит, и ее не увидишь, ну, и многие другие птички. И вот есть некоторое количество белых яиц. У гуся, у земника такая хищная птица северная, и у всяких мелких птичек, которые гнездятся в кустах. Вот почему у одних птиц яйца цветные, у других белые? Ну, в принципе, это связано с их поведением, потому что, как бы долго птицы не высиживали, даже как, скажем, у розовой чайки, где самец и самка яйца высиживают по очереди, у них такой, пересменок, все равно бывает момент, когда надо отлететь обеим, или просто когда налетает какой-то хищник, иногда надо спрятаться. Яйца хищник может не заметить, вот поэтому они должны быть такого болотного цвета, ну, либо зеленоватые, либо коричневатые, особенно вот у куликов, которые, как правило, в одиночку самки воспитывают все потомство, яйца нужно покидать, чтобы поесть, перекусить, и чтобы их никто не съел. А вот у тех птичек, которые ведут скрытый образ жизни, всякие мелочи, которые забелось в кустах, там яйца никто не тронет, они могут быть белые. А у тех птиц, которых самим боязно тронуть кому-нибудь, как у хищников или гусей, которые очень агрессивные птицы, на самом деле, хотя они и травоядные, но гнезду песца, гнезду гуся, наоборот, ни один песец не подступится, если он там видит его поблизости, потому что цапнет так, что мало не покажется. Поэтому могут себе позволить белые яйца. Никто не подойдет, к ней рискнет. Так какие яйца могли быть у ронозавров цвета? Скорее всего, белые, потому что либо действительно они делали гнезда, не исключен такой вариант, и охраняли, ну, как, скажем, крокодила, они хоть гнезда не делают, но все равно их охраняют, самка всегда там сидит поблизости от того места, где она эти яйца прикопала. У крупных завропод яйца тоже были белого цвета, потому что они их просто закопали в песочек. Иногда там по несколько десятков, вот там здоровый приходит диплодок, откладывает несколько десятков яиц, все это лапами загребает, видны следы лапы, тоже все-таки находки есть и огромное количество вот этих скорлупы на месте гнездовья, причем гнездовья были действительно огромные, видимо, вот эти длинношеи и огромные ящеры туда собирались в какой-то сезон, как, скажем, морские черепахи возвращаются на свой излюбленный пляж со всего мира, чтобы снести там яйца в определенный момент, так вот и завроподовые динозавры себя вели. Ну, отвлечемся от других динозавров, вернемся к нашему тираннозавру. Так, следующий слайд, пожалуйста. Дальше яйцо отложили, он начинает там расти, сколько времени он будет расти? Ну, современные птички растут недолго, там кто-то меньше двух недель, максимум почти три месяца, все равно меньше трех месяцев. Чтобы выяснить, сколько рос динозавровый зародыш, палеонтологи проделали такую вещь, на нескольких разных видах динозавров нашли собственно яйца с этими зародышами, это была самая сложная проблема. Дальше у зародыша берется зуб, зуб, он нарастает каждый день по слою, и вот по этому зубам, а нужно вылезть из яйца обязательно с зубами, иначе тебя скушают, а если вылезаешь с зубами, все-таки есть шанс, что ты кого-то скушаешь. И по этим зубам по нарастанию определили, что развитие зародыша, ну в зависимости видимо от размера динозавров, происходило на протяжении двух, трех, даже четырех месяцев, то есть росли они исключительно долго, ну понятно, что они и вырастали более крупных размеров, чем в среднем птицы, и видимо это их впоследствии и погубило. на печальном останавливаться не будем, пойдем дальше кнопочку, значит вылупился у нас тираннозаврик, небольшой, вот такого примерно размера, здесь в общем особь изображена очень близко к тому, что реально из яйца вылуплялось, почему мы это знаем, потому что были найдены вот такие вот челюсти, ну вот здесь внизу они показаны более крупным планом, а вообще по сравнению с другими мелкими челюстями, вот они, это размер где-то сантиметр длиной, вот эти тоже юные особи, но здесь уже несколько до 15 сантиметров длиной, то есть росли они быстро и вырастали на протяжении 30 лет до очень внушительных зверей, причем они сильно менялись внешне, ну вот здесь немножечко художник перестарался, придавая вот этому юному тиразавренку антропоморфные черты, конечно голова у него была не такая круглая, он когда выходил из яйца, он был больше похож на двухлапового крокодильчика, череп был более плоский и глазки смотрели конечно немножко в бок, но тем не менее и вверх тоже, а вот по мере его роста череп начинал удлиняться в высоту и превращался в конце концов вот такой вот высокий череп и приобретал форму ну Т-образную то есть вот эта часть с глазами она была такой формы и дальше длинная-длинная пасть уходила ну почти на полметра вперед узкая тоже и по мере вот этого роста еще укреплялся сам череп вот швы между костями особенно в районе челюстей где особо мощной нагрузки они у юных динозавров были практически плоские потом становились вот такими нужно было скрепить эти кости чтобы они не сломались когда грызешь костистую крупную добычу которая при этом еще шевелится из зубов вырывается что на протяжении своего роста динозавры тиранозавры в том числе постоянно укрепляли все вот эти швы и укрепляли вообще все что только можно в черепе чтобы уметь и иметь возможность охотиться на других животных что у нас при этом вырастало оно вырастало существо размером под 14 метров весом под 9 тонн это тоже все можно измерить и просчитать поскольку несколько практически полных крупных скелетов особи тиранозавра найдены в Северной Америке возраст у них достигал у наиболее крупных до 30-31 года может быть жили они и больше но пока таких остатков не нашли и понятно что поскольку животное крупное пусть даже это рептилия но есть большая голова а в большой голове есть большой мозг у современных млекопитающих у китов и слонов мозги тоже очень большие потому что они сами по себе большие но раз мозги большие они все равно независимы от того кто будут хорошо работать вот у тиранозавров мозги видимо работали очень неплохо потому что по некоторым деталям этого мозга мы можем сказать поскольку были развиты обонятельные луковицы значит они чувствовали запах очень хорошо ну некоторые делают поспешные выводы значит они исключительно за падалью ходили учуяв ее запах ну чтобы учуять падаль одного восприятия запахов было достаточно но у них еще был прекрасный слух и к низкочастотным волнам и к высокочастотным волнам с помощью одних они видимо воспринимали свое потомство мы об этом еще поговорим а с помощью других соответственно воспринимали добычу понятно что дохлую добычу на слух не найдешь это уже исключительно живую добычу так можно идти и плюс у них еще была очень развита часть мозга которая называется лабиринт с улиткой которая отвечает за маневренность и отвечает одновременно за фиксацию зрения когда вы шагаете у нас она тоже достаточно хорошо развита потому что поэтому у нас нет проблемы фиксировать на чем-то взгляд даже когда мы идем или бежим вот у тернозавра хотя он гораздо был мощнее крупнее и рослее чем мы все это работало на самом высоком уровне это был очень мощный очень маневренный хищник и всякие эксперименты эксперименты со скелетами тираннозавров которые опять же можно всячески оцифровать компьютеризировать и замерить всякие физические показатели палеонтологии они в конце концов сводятся либо к химическим признакам когда мы распознаем строение вот этих вот систем внутренних органов которые заместились различными минералами либо к физическим когда мы можем с помощью физических законов проверить как это работало потому что если вы такой рослый и вы вынуждены ходить с весом под 9 тонн понятно что очень много энергии тратится на само по себе передвижение мы на самом деле тоже тратим огромное количество энергии на передвижение но при этом если идти более-менее равномерно или бежать более-менее равномерно мы можем пройти огромное расстояние даже пробежать потому что благодаря нашему амортизирующему бегу мы энергию не только тратим мы ее еще немножечко возвращаем запасаем и тираннозавр запасал эту энергию таким же образом и можно просчитать по вибрации его хвоста с какой скоростью он примерно передвигался потому что хвост благодаря своему строению он как раз был вот таким вот резервным резервуаром энергии благодаря огромному количеству сухожилий которые там находились и собственно мускулатуры которая в значительной степени управляла походкой динозавров такая хвостобедренная мышца самое мощное в строении все это тоже можно реконструировать и понять с какой скоростью тираннозавры двигались не быстро где-то примерно до 6 км в час у них была походка но при этом они могли пройти достаточно долго так кнопочку нажимаем и легко развернуться если им нужно было поймать добычу развернуться на месте вот маневренность опять же благодаря устройству мозга и благодаря устройству скелета и его мышечной составляющей у них была очень высокая пусть они не быстро бегали но бегали они долго и маневрировали хорошо поймать добычу которая тоже с такой же скоростью передвигалась как крупные растительноядные динозавры им было не сложно ну и разумеется эту добычу прокусить насквозь даже она если она сильно костяная потому что вот перед вами тазовая кость динозавра рогатого ну примерно вот такого и на этой тазовой кости 80 следов зубов но это не значит что у тираннозавра было 80 зубов в челюстях это означает что он ее несколько раз прокусил перфорировал фактически прежде чем сломать ну здесь мы точно не знаем он собственно жевал дохлого или живого трицератопса но в некоторых других случаях когда добыча посчастливилась и она убежала унося в своих костях обломанные зубы тираннозавра ему от этого не сильно больно было зуб потом вырастал по новой нам бы так но увы у нас такого не происходит мы млекопитающие мы не рептилии ясно что они охотились и на живую добычу ну и сила укуса тираннозавра тоже можно просчитать по распределению нагрузок на челюсти где-то составляла от 35 тысяч до 57 тысяч ньютонов у нас она на порядок меньше то есть в тысячу раз мы кусаемся слабее чем тираннозавр даже если взять вот этот самый нижний показатель который на самом деле скорее всего более верный что разные расчеты они дают немножко разные показатели но и сейчас по мере развития науки все это уточняется все-таки в более меньшей цифре но при всем при том тираннозавры конечно кусались больнее всех существ которые жили когда-либо на земле львов аллигаторов и даже акулы мегалодена ну по крайней мере сравнимо с ним ну и наконец значит мы окончательно выросли и что мы видим снаружи вот когда пошли в большое количество находки оперившихся динозавров всех их стали реконструировать в перьев вплоть до тираннозавров вот таких делали белыми и пушистыми ну на самом в реальности конечно это маловероятно потому что если тушка весит под 9 тонн то проблема не согреться проблема наоборот охладиться потому что за счет работы мускулатуры за счет работы кишечника за счет работы мозга который один из наиболее производящих тепло приборов в том числе и в нашем теле тепла вырабатывается такого количества что нужно искать его сток поэтому перьями тираннозавры точно покрыты не были они были покрыты чешуей иногда ее отпечатки разных частей тела тоже находят и для того чтобы охладиться у них на черепе была специальная система приповерхностных сосудов которые проходили по поверхности черепа и там кровь охлаждалась ну там фактически поверхность черепа сверху небольшие чешуйки так это у многих существ работает но у динозавров вот эта система охлаждения была особенно изощренной поскольку они очень крупные та же самая проблема у африканских слонов у них вот мелкие артерии пронизывают буквально уши поэтому уши африканских слонов на просвет кажутся совершенно такими розовыми и слонам этого мало они еще этими ушами постоянно помахивают чтобы охладить кровь быстрее та же самая проблема не свариться в собственной шкуре ну и о том что тираннозавры и другие крупные хищники среди динозавров были действительно очень страшными существами можем судить по степени защиты растительноядных динозавров которые были покрыты все шипами несмотря на то что это тоже тушки в полтора слона величиной имели всякие защитные приспособления как булавы на хвостах чтобы отбиваться и это действительно работало так тоже проверено с помощью биофизических методов но и этого мало нужно было таким огромным существам еще иметь защитную окраску вот по пигментам которые сохранились в шкурках мумий динозавров иногда палеонтологам везет они находят и такие вещи удалось установить что вот эти панцирные динозавры были пятнистыми и покрыты рыжими пятнами как какие-нибудь современные олени и антилопы вот все для того чтобы спрятаться быть незаметными современные животные даже как я говорил размером в полтора два раза меньше чем этот панцирный динозавр вроде слонов носорогов лосей они имеют такой в общем то что называется немаркую окраску серенькую им прятаться незачем поэтому незачем тратить лишние ресурсы на какую-то окраску шкуры а вот в динозавровом мире вас бы такой размер уже от хищника не спас ну и бежать тоже особо было некуда потому что если вы суетесь в реку там вас ждет другой хищник тоже под 14 метров длиной но он еще и водоплавающий когда спинозавра впервые нашли в начале прошлого века в Египте немецкий пирантолог Эрн Штербер он нашел этот гигантский гребень он нашел странную такую челюсть похожую на крокодилью вроде бы совершенно не динозавровые черты и долгое время по аналогии с другими динозаврами его рисовали на двух задних лапках с таким мощным мускулистым горбом но по мере изучения особенно в последние годы выяснилось что действительно череп у него был как у крокодила с характерными ямками где прятались специальные воспринимающие органы которые нужны в воде но совершенно бесполезны на суше этот гребень выполнял роль паруса может быть для того чтобы удобнее было плавать а может для того чтобы как раз согревать эту тушку которая охлаждалась в воде ну и наконец самая главная находка последних лет это сам хвост который очень похож на плавник любой рыбы ну и в общем почему спинозавром не было быть водными хищниками когда африканские реки той поры примерно 70 миллионов лет назад вторая половина мелового периода кишели всякими существами здесь и акулы пелоносы и различные кистеперы и рыбы и чего там только не было и все они одна громаднее другой одних крокодилов там водилось около 15 видов для крупного ящера крокодил тоже добыча так еще раз нажали на кнопочку ну ладно про всех динозавров вспоминать не будем поехали дальше их можно рассказывать до бесконечности потому что у каждого было свое новую хауу в том числе вот мелкие динозавры они постепенно начали превращаться в птичек у них мозг приобрел совершенно птичье строение и это лабиринт и улитка мозга были устроены точно так же как у современных летающих птиц но при этом они все еще бегали по земле но были очень высокоманевренными вот это развитие улитки которое позволило некоторым динозаврам стать птицами оно как раз было связано с вот этим бегом по земле маневренностью и видимо забеганием на какие-то полувертикальные препятствия где это такое устройство тоже помогает так еще раз кнопочку нажали и потом строение той же улитки сравнивая с различными птицами можно например сказать что некоторые динозавры они были ночными хищниками которые очень хорошо воспринимали как совы низкочастотные звуки у них были огромные глаза как у сов ну скорее всего они так же как и совы охотились в основном на насекомых всяких перьев у динозавров тоже было очень много я остановлюсь вот только на паре примеров ну во-первых опять же мы видим всевозможную защитную окраску либо пятнистую либо полосатую и мы можем восстановить а какой динозавр этот был полосатый пятнистый или монохромный одноцветный как нам кажется почему нам кажется сейчас скажу потому что эти пигменты хранятся в специальных пигментных тельцах которые называются меланосомы и меланосомы в зависимости от пигмента имеют разную форму хотя все это величина всего несколько десятков нанометров тем не менее тоже сохраняется и по этим нанометровым структурам можно как раз реконструировать окраску динозавров и когда меланосомы выстраиваются такими плотными рядами вдоль поверхности получается то что мы называем радужная окраска они начинают как зеркальца отражать и разлагать белый свет который на них падает и получается вроде бы динозавр черный с перьями на самом деле он красиво переливается фактически как павлин а поскольку динозавры как и птицы обладали тетрахроматическим зрением то конечно все представилось им в гораздо более ярком свете и разнообразии оттенков чем нам у нас зрение три хроматической мы видим три цветовые волны птицы динозавры видели ну птицы и видят по-прежнему ультрафиолетовый еще спектр динозавры вероятно видели поскольку родственники птиц и судя по красивому оперению красота внешняя навсегда сопряжена с вашим зрительным восприятием то можем в общем-то об этом говорить достаточной уверенностью у нас на самом деле зрение оно даже не трихроматическое двух с половиной потому что когда-то наши предки потеряли пигменты восприимчивые красному цвету а потом все это восстановилось по-новому и проблема еще в том что это связано с той самой х хромосомой которая у женщин есть а у мужчин она у хромосома поэтому среди мужчин дальтоников гораздо больше чем среди женщин и цветовые оттенки мы различаем тоже гораздо хуже поэтому бесполезно спрашивать мужчину мне вот это розовое платье одеть или вот это оно для него одинаковое для вас разное ну и конечно появление перьев оно связано с тем что динозавры в конце концов полетели часть из них в итоге стала настоящими птицами а часть из них развивала всякие способы полета вот такие четырехкрылые которые в общем-то тоже вполне себе позволяли нормально летать маневрировать ловить насекомых может быть даже птиц которые в то время уже существовали это один из самых последних динозавров но в совершенно иной конструкции тоже не буду все конструкции у них было очень много разных показывать не все они на самом деле даже имея крылья летали некоторые вот как раз только бегали соотношение разных частей тела не позволял им взлететь ну и некоторые другие органы у них тоже начинает развиваться по птичьему типу потому что полет самый энергозатратный способ передвижения поэтому нужно поглощать кислород как можно больше и у птиц есть такое понятие двойного дыхания они умудряются обновлять запасы кислорода в легких и на вдохе как мы и на выдохе чего мы например не умеем потому что есть специальные воздушные мешки куда все это закачивается потом прокачиваются по новой и у динозавров эти воздушные мешки тоже формируются мы это видим по полостям в костях где эти воздушные мешки отчасти находились и построение грудной клетки которая превращается в такой единый каркас который работает как меха потому что ребра связаны между собой такими крючочками и поперечинами превращают все это в единую конструкцию легкие фиксируются практически на спине чтобы не колыхались что тоже облегчает процесс вот этого двойного дыхания все это происходит еще у динозавров ну и два таких тоже важных момента первое для того чтобы летать нужно успеть избавиться от лишней пищи которую вы съели потому что когда вы наелись хорошо взлетать тяжело можно конечно постараться помахать крыльями но вы тогда всю свою энергию быстро затратите а можно часть пищи которая наиболее ценная оставить в желудке а часть просто отрыгнуть всякие кости чешую которые не нужны вы их все равно не переварите для этого нужен зоб куда все это выходит и дальше соответственно выкидывает снаружи тоже есть специальный палеонтологический термин такой ригургит буквально окаменевшая отрыжка вот у динозавров находят тоже такую с костями ящи с чешуей рыб и это показывает что у них начала работать система пищеварительная точно так же как у птичек больше ни у кого такого нету и еще один важный момент поскольку опять же полет очень энергозатратный поэтому температура тела сильно повышается за счет работы мускулатуров от самых мелких птичек самая высокая температура в калибре нормальная температура где-то 45 почти градусов мы при этой температуре уже становимся трупами от перегрева и понятно что нужно как-то охлаждаться вот для этого в каждой клеточке существует специальная дырочка ну в клеточке кожной где можно выдавить капельку жира которую мы называем потом вот с помощью выдавливая этот пот мы тоже охлаждаемся и вот появление в коже динозавров вот таких дырочек в клеточках которые тоже можно найти и они точно такие же как у тех же самых калибре показывают что вот в этот момент динозавры начали потеть и в этот момент они окончательно стали птицами ну некоторые из них конечно не все тираннозавр увы так и не взлетел а так бы и боинг бы нам не пришлось строить конструкции ну и некоторые примеры вообще того как это исследуется по находке различных металлов потому что оказывается что наши органы они очень по-разному накапливают металлы ну понятно что в крови будет больше железа мы всякие кровеносную систему даже легкие можем обнаружить остатки по избытку железа когда самих легких конечно кровеносной системы нету но другие органы они тоже почему-то умудряются накапливать разные элементы почему-то разные палеонтологи как ни странно обнаружили это раньше чем биологи и начали задавать соответствующие вопросы биологам и биологи пока еще окончательно так и не смогли придумать как на это ответить но тем не менее вот в палеонтологии все это работает органы распознаются по концентрации различных металлов в одних и тех же ну и надо сказать что цвета они определяются не только пигментами есть структурные цвета которые как я говорил отраженный свет разлагаются разным способом особенно это распространено у птиц и насекомых мы видим такую радужную окраску на самом деле окраски нет это одна ее видимость потому что мы воспринимаем отраженный разложенный свет и они они точно так же но только лучше насекомые кстати тоже ну и конечно появление перьев толстой шубки перьевой которые утепляют позволило динозаврам распространиться весьма высокие широты вплоть до заполярья и даже научиться там тоже вить гнезда последние находки в том числе у нас на Камчатке с скорлопой динозавров пока Камчатка тогда находилась гораздо полярнее чем сейчас и вообще в юрском периоде было отнюдь не тепло не весь мезозой был теплым как это иногда представляется были холодные периоды темными полярными ночами динозавры согревались перьями и согревали там своих динозавровых птенцов ну и в Якутии в последнее время тоже находят очень много разных динозавров юрских Павел Скучес из Санкт-Петербургского университета туда каждый год выезжает и привозит каждый раз нового динозавра ну пусть иногда остаются зубы но эти зубы тоже очень много интересного про них показывают что эти динозавры совершенно вынуждены были есть другую пищу нежели другие ну и раз уж мы забрались в заполярные широты вот опять эти наши как раз птички в Катылыкском резервате Катылык это по-якутски белый журавль вот он символ вообще Якутии и якутского народа вот они здесь у нас гуляют немножечко похоже на какой-нибудь саванну африканском на самом деле это тундра летом на протяжении примерно двух недель когда снег растаял еще не выпал в середине ее не растаял в начале июля выпал до этого птички умудрились отгнездиться и поскольку тундра теперь активно тает в последнее время стали находить все больше и больше самых разных мумий животных ледников в эпохе которые вечной мерзлоты или как правильно теперь говорят специалисты многолетних мерзлых пород вытаивают и в последнее время нашли очень много интересного вот здесь вот перед вами львенок один из трех действительно маленький еще глаза не открылись носорожек у которого практически полностью шкурка сохранилась на самом деле шкура на месте сохраняя волосы волосяной покров сохраняется очень редко обычно из-за всяких вот таких процессов мерзлотного таяния и замерзания все это вылетает и надо собирать потом отдельно все это ползать найденные собаки найденные волки в общем кого только теперь нету в этом зоопарке мумии как это происходит на месте вот скажем летим куда-нибудь на границу Якутии и Чукотки для этого нужно сначала прилететь в Магадан оттуда перелететь в центральную Чукотку оттуда уже на машинах двинуться на какую-нибудь речку Анюй которая является притоком Колымы огромной там летом животным живется совсем неплохо видите какой откормленный суслик я его даже по размерам за жирного сурка принял оказал всего-навсего местный суслик водоплавающие лоси которые пересекают дорогу перед катером ну и конечно обрывы вот то что мы здесь видим это и есть вот эти многолетние мерзлые породы мерзлота вот так это выглядит с морозобойными клиньями ледниковыми на солнце это мгновенно начинает таять и как только это начало таять надо оттуда бежать быстро иначе завязнешь там по крайней мере сапоги уж точно останутся так еще раз нажали кнопочку и что мы здесь видим на самом деле мы видим чередование таких летних и зимних условных сезонов точно не знаем потому что может быть несколько лет когда лета вообще нету и может быть наоборот в связи с нынешним потеплением конечно много ходит разговоров о том сейчас земля превратится в пустыню но на самом деле земля превращается в пустыню когда во время ледникового периода памятником той эпохи в Якутии до сих пор являются вот такие дюны посреди тайги это как в пустыне набиб 200-250 метров высотой несколько километров длиной на Лени на Вилюе есть почему потому что вполне понятно у вас большая часть воды она заморожена в ледниках на юге в Антарктиде и на севере ну сейчас одна Гренландия там несколько островов в Арктическом океане когда-то это был огромный ледник покрывающий всю северную Европу часть Азии практически всю Северную Америку и понятно что когда у вас половина воды фактически заморожена там климат становится очень сухим и формируются такие либо дюны которые бродят по Сибири либо то что называется лесовые породы которые сохранились в Китае в больших количествах жуткие совершенно такие глинистые размерности накопления многокилометровые когда которые мгновенно могут рушиться и приводить к концу целые цивилизации были такие древние цивилизации в Китае которые на этих лесах строились наверное в какие-то благоприятные периоды и потом все это буквально в считанные годы с увлажнением климата превращалось в жижу где тонули целые города и так они там и найдены ну и в конце концов там же может потонуть и целый бизон а то и целый мамонт и выглядит это вот так так что видите очень действительно похоже на современную дохленькую коровку даже выглядит более приятно поскольку не пахнет отвратительно и еще покрыт таким вот голубоватым как бы инием это на самом деле минерал вивионит такой фосфорный он беленький формируется в бескислородных условиях на воздухе окисляется превращается в такую красивую голубую корочку характерно для многих сибирских мумий так нажали на кнопочку и по этой мумии мы можем в общем-то восстановить всю историю этого бизона во-первых у него брюхо было подрано подрано характерным для волков почерком потому что есть находки других мумий бизонов там они подрано характерным для львов почерком и все это можно различить по следам когтей зубов и вообще кто где кого кусал ну и когда этого несчастного бизона волки начали кусать загонять он увидели что он такой небольшой молоденький еще не очень опытный бизоны иногда любят погулять в одиночке ну вот есть среди них такие тоже эскаписты там сейчас в центральной Якутии есть огромный бизонарий где живут канадские бизоны ну 99 из 100 штук живут единым стадом но вот есть один который ходит все время один гулять ну ему то хорошо он здоровый опять же люди рядом вот пошел бы он погулять в какой-нибудь плестоценовой тайге ну либо волки либо медведи либо львы и все вот так с этим бизончиком случилось ну а он увидел вот такую красивую лужайку прыгнул туда лужайка это на самом деле плавучая когда вы туда ступаете все это переворачивается и вы оказываетесь в ледяной вязкой жижи и идете ко дну стремительно ну зато сохраняетесь на века вот этому бизону который я вам показал почти 50 тысяч лет есть такой шанс остаться в вечности вот как раз эти бизоны из того самого якутского бизонария можно сказать их вернули на свою историческую родину как меня в Самару потому что когда-то они из Якутии из Восточной Сибири ушли в Америку там соответственно размножились дали бесконечные стада бизонов американских в Азии исчезли вот сейчас историческая справедливость восстановлена ну и поскольку это мумии конечно о них можно узнать гораздо больше но самое интересное что отнюдь не по мягким частям да конечно иногда сохраняются удивительные вещи вот в одном случае даже мозг мамонта сохранился вот я вам показывал там много всяких мозгов кембрийских животных на самом деле вот в кембрии почему-то они хорошо в виде минералов сохраняются чем животные крупнее тем мозгам сохраниться сложнее орган разлагается быстрее всех но тем не менее вот одна мумия с мозгами попалась женские женские мозги оказались почему потому что они крупнее у мамонтов чем мужские потому что мамонтихи как и слонихи они выполняли роль матриархов которые управляли стадом из других самок и молодых подрастающих самцов для определенного возраста поэтому думать им нужно было быстрее и больше ну и вообще мамонты думали видимо больше чем слоны современные любые потому что выживать приходилось в очень сложных условиях и бивни у них были огромные и это был рабочий инструмент если у современных слонов так покрасоваться самку привлечь опять же в большей степени или каких-нибудь хищников отпугнуть то у мамонтов когда смотришь на бивни то они всегда какие-нибудь или просто заглажены это означает что мамонт ими шуровал расчищал какие-то снега как бульдозер щитом а ну бивни действительно вот так вот образуют такой щитовидной форму растут направления друг к другу ну и бывает иногда что поскольку они тоже есть правши есть левши и уж как привык работать правой рукой если без нее остался то все равно машинально делаешь движение в первую очередь правым плечом вперед я лично знаю одного такого мамонта который сломал правый бивень был при этом видимо правшой потому что левый бивень целехонький у него так остался а вот правая культяпка у него была уже заезжена фактически до корня он ее сравнял с черепом ну а зачем нужно было опять же долбить лед видимо докапываться до каких-то минеральных солей как делают некоторые современные слоники такие карликовые они еще прекрасные шахтеры копают действительно глубоко в поисках минеральных солей которые разносятся благодаря их деятельности по всему тропическому лесу так кнопочку нажали ну и вот судьбу одного такого мамонта лет точнее опять же мамонтихи 35-45 лет мужчины у них так долго не жили как правило можно вот на этом скелете практически полном стаймыра посмотреть вот все что черным нарисовано это кости которые реально сохранились один из лучше сохранившихся скелетов что мы здесь видим во-первых видим сломанные ребра они все были сломаны с одной стороны дама видимо упала откуда-то или в щель провалилась или с обрыва я вам показывал там машинку вот идешь по точнее едешь по ровной ровной тундре а потом выясняешь что где-то русло реки и туда проваливаешься целиком вместе с машиной каким бы чутким животным ты не был тоже шанс всегда был куда-то провалиться как видно и у всех мамонтов чего-нибудь да сломано обратить внимание на зубы что они очень так странно растут так коряло по отношению друг к другу это означает опять же нехватка каких-то минеральных веществ ну которые как правило животные получают с растениями ну или с глин каких но в большей степени все-таки с едой нормальной тоже не хватало ну условия Сибири да еще в ледниковый период бескормицы были не такими редкими поэтому все это сказывалось на зубах и видимо на потомстве потому что мы опять же видим здесь вот странное расщепление шейного позвонка таланта это на котором голова держится вообще-то очень важный позвонок но это уже генетическое расщепление означает что ее родители или кто-то из них тоже в общем-то страдал или при жизни как травмами которые впоследствии вот так вот передались своего рода недоразвитием скелета либо долгим каким-то генетическим заболеванием которое передавалось из поколения в поколение ну и здесь вот несколько еще зубов других нескольких разных мамонтов и все они вот такие вот коревые косые так что живось в ледниковый период очень не сладко особенно в Сибири ну и массу других вещей можем установить изучая по большей степени вот эту молекулярную биологию и уже настоящую популяционную генетику этих существ по материалам из костей вот ДНК мамонтов берется в основном из костей ну и других тоже животных ледникового периода и когда сохраняются из волос она там лучше всего уцелеет как в контейнере вот можно посмотреть как скажем из кого состояла популяция мамонтов оказывается что гибли в основном в два раза чаще мужчины как я и говорил причем такого подросткового возраста ну у мамонтов он примерно и слонов наступает примерно так даже когда у нас 14-16 лет ну может чуть раньше там плюс-минус два года что при этом происходит вот они жили себе прекрасно среди своих тетушек бабушек вместе с мамой под ее бивнями под прикрытием вот до 14 лет их кормили водили поили можно сказать все замечательно можно ничего было не делать самим все приведут покажут накормят напоят все делают а в 14 лет начинается половое созревание и ты нам здесь больше не нужен иди покупай себе в ипотеку квартиру и живее выкручивайся как хочешь то есть буквально пинками они изгоняются из стада иногда ходят в одиночку иногда соединяются с такими мужскими группками но при этом мужское любопытство оно всегда побеждает лезут куда не надо и гибнут в два раза чаще чем самки поэтому то что мы находим как правило мы находим то что погибло неестественной смертью потому что куда-нибудь провалилось закатилось попало в какую-то ловушку и палеонтологи в конце концов это там нашли если просто умер остался на поверхности ну как правило хищники падальщики растащат уже в ископаемой летописи этого не будет и кстати на счет матриархов раз уж мы о них заговорили они действительно очень умные и действительно почитаются не просто вот своим стадом который иногда из нескольких десятков более молодых слоних состоит но почитается всеми окрестными слонами потому что проводили специальные наблюдения ученые в Африке за дикими слонами когда погибает крупный матриарх в течение нескольких дней к трупу и даже потом костям когда уже ничего не остается фактически один череп приходят все слоны окрестные и отдают своего рода такую дань памяти кладбищу слонов нет это действительно выдумки но вот дань памяти у них существует ну не знаю там на 9 дней на 40 во всяком случае приходят так еще чуть-чуть повернем так ну пещерные львы которые тоже у них у нас жили в Сибири тоже любили кусать не только дичь ну покусывали основательно и друг друга вот здесь на черепе пещерного льва видно характерные остатки следов клыков другого пещерного льва ну бывают такие случаи когда среди волков которых много часто наблюдают вот бывают такие поганенькие по характеру зверек что их все норовят укусить лишь бы отстал и свалил куда-нибудь отсюда вот у львов тоже такое происходит у современных ну и вот мы точнее вот мои коллеги нашли вот таких вот остатки таких львов всеми презираемых черных сибири потом начинается глобальное вымирание всей этой ледниковой фауны к сожалению происходит по самым разным причинам это не какое-то единовременное явление сейчас опять же изучение популяции всех этих зверей показал что где-то большую роль сыграл климат где-то большую роль сыграл человек а какие-то животные на некоторое время даже это выиграли присутствие человека вот распространение бизона в северной америки пока их 19 веке не начали поголовно отстреливать для борьбы с индейцами где-то для которых они создавали были основной кормовой базой вот они на самом деле себя прекрасно чувствовали на этом континенте вместе с человеком вся фауна ледникового периода исчезла бизоны наоборот размножились разбежались по всей северной америки так и еще перлеснем это общие итоги что все было очень непросто и важно ну и напоследок немножечко литературы последних трех лет на русском языке который я рекомендую почитать вот как раз я начинал со стива бруссати с фотографии где он занимается патологоанатомией с тираннозавром вот это его книжечка время динозавров она очень хорошо написана очень хорошо переведена ну и кто увлекается вообще динозаврами книга дэвида хоуна посвященная исключительно тираннозавру хотя она вышла буквально семь лет назад за последние семь лет еще много чего добавилось по этому хищнику кто еще углубление хочет знать очень рекомендую динозавры дарина нейша и баррета это профессионально все здесь люди профессиональные практически который уже раздраконивает динозавр по всяким группам по отдельным костям показывает как только существовал ну и несколько книжек еще наших авторов вот в этом году вышла книга угольникова он сам журналист научный на умудрился написать очень хорошую книгу и главный поскольку он журналист еще очень хорошим языком и с удовольствием легко читается и в то же время очень познавательный вот даже для меня как для профессионала но я все-таки не динозаврами занимаюсь и книга антона нелихова изобретатель пареозавров тоже очень советую поскольку она с одной стороны о палеонтологии о древних ящерах которые еще до задолго до динозавров жили вот здесь на нашей европейской части россии и о палеонтологе который их открыл и очень много написал интересных книг то есть такой двойной сюжет и тот и другой сюжет причем интересный вот это не лихво удается лучше всего и его же книжка такая полудетская палеонтологии их питомцы которые они вместе с немецкой по моему художницей сделали каждая страничка посвящена какому-то зверю и тому палеонтологу незаврядному который этого зверя открыл тоже замечательные вот я ее с удовольствием лично читал и рассматривал ну и на этом все ай для тех кто не устал вопросы жалобы просьбы если есть кого-то вопросы наверняка есть я подойду с микрофоном а зачем тираннозавру были нужны такие маленькие лапки он ведь даже в зубах поковырять или не мог как говорил по моему как раз ныж ну и наверное для того чтобы щекотать самку на самом деле в общем то если вот вы внимательные там вот сравнить старую реконструкцию тираннозавра и новую вот на новой реконструкции они вообще практически пропали остались только вот эти вот несчастные пальчики два пальчика на каждой лапки проблема здесь вот в чем нужно чем чем-то пожертвовать если у вас так мощно увеличивается масса головы то нужно чем что-то компенсировать убрать передние лапы они уже никакой роли фактически не играют вас все хватать грызть удерживать все перемещается в пасть лапы передние уже не незачем да нервных окончаний там очень много и но не только нервных окончаний очень много еще сосудов кровеносных которые там проходили для охлаждения это все все видно на поверхности черепа так вот там в заднем ряду девочка вот пожалуйста пожалуйста так как выбираются места где копать динозавров ну в девятнадцатом веке когда все это начиналось по сути в общем такова копалась на обум кому как повезет поехал ментал который был хирургом но не хирургом на самом деле практикующим врачом самых разных больше степени даже акушером в в соседний городок обслуживать клиента а там в это время рабочие копают траншеи заглянули в эти траншеи нашли зубы и гуанадона ну есть такая легенда может быть это немножко не так ну примерно так все это происходило и случайные находки в речках таких карьерах приносилось как правило врачам ну наверное больше половины специалистов по динозаврам по другим вообще палеонтологическим объектом 19 века врачи так уж совпало паркинсон наверное такая фамилия вам знакома вот болезнь паркинсона он был не только непревзойденным медиком он был один можно сказать из отцов палеонтологии он написал первую большую популярную хорошую книжку по палеонтологии англии ну а дальше уже когда поняли что эти остатки приурочены к отложениям определенного возраста которые имеют определенные признаки начали разыскивать уже эти отложения ну сначала все развивалось в северной америке где знаменитые костяные войны гремели во второй половине 19 века между копом и забыл фамилию второго его соперника маршем да это не маршем которые на самом деле не только друг с другом воевали но воевали так чисто теоретически кто больше статей напишет кто больше костей найдет ну еще исследовали закономерности как это находится есть в интернете наверное можно найти есть книга их коллектора который на самом деле многие эти кости находил которая издавалась на русском языке в 30-е годы с но фамилию меня к сожалению очень плохая память звучит она очень по-немецки в 30-е годы выходил на русском в интернете висит можно найти почитать все очень здорово описано и переведено главное на русский язык как это происходило ну и теперь собственно если мы занимаемся определенной группой фауны определенного конечно мы стремимся туда где эти находки должны быть если я занимаюсь кембрием то в первую очередь и идиокарскими отложениями то я поеду либо в Якутию либо в Намибию либо в Монголию иногда в Китай езжу но там и своих специалистов хватает там и так уже в качестве прогулки спасибо за интересную лекцию у меня в голове не укладывается концепция вас проликнуло пару раз выражение бескислородный океан ну понятно что он не совсем бескислородный но все таки океан он же из воды а вода это H2O что изменилось изменилось очень многое ну во первых в первые примерно полтора миллиарда лет от четырех до двух с половиной миллиардов лет океан был целиком бескислородный в атмосфере не было кислорода был метан который с кислородом вообще не сосуществует кто-то должен победить но обычно побеждает кислород окисляет метан превращает его в углекислый газ и если бы не вот эта метановая оболочка которая кстати создали бактерии сама по себе она не появилась земля бы замерзла потому что солнце тогда еще не разогрелось до своего нынешнего уровня составляло где-то 75 процентов от нижней земля превратилась в ледяной шарик жизнь бы здесь не развивалась но вот появление жизни но как не менее как ни странно повлекло дальнейшие процессы в том числе и появление кислорода который начинает появляться с цианобактериями другой совершенно группы бактерий которые начинают расщеплять воду им нужен протончик электрон водорода для того чтобы запустить цепь процессов связанные с фотосинтезом и кислород как побочный продукт начинает поступать в атмосферу но в это время у нас огромное количество железа не окисленного в океане растворенного других металлов и кислород уходит обратно фактически на их окисление формируется курская магнитная аномалия другие огромные запасы железа примерно в узкий период и кислорода опять становится очень очень мало нужно чтобы океан очистить вот от этого всего понадобилось еще примерно полтора миллиарда лет то есть от двух миллиардов еще полтора только концу диевонского периода это уже середина палеозойской эры благодаря тому что на суше появляются гигантские леса и эти леса уходят в гигантские залежи углерода которые до сих пор пользуемся в виде каменного угля начинает действительно вот возрастать уровень кислорода до нынешних 21 процента и даже выше до 30-35 процентов а потом эту эстафету подхватывают различные группы планктонных водорослей уже в мезозои которые опять же уходят на дно носят значительные части неокисленной органики мы получаем наши нефтяные запасы в том числе сибирские гигантские а кислород опять начинает накапливаться в атмосфере благодаря чему появляются огромные динозавры появляются летающие птерозавры гигантские появляются птицы и появляются млекопитающие с крупными мозгами все животные для которых кислород опять же необходим в больших количествах вот вы вначале показывали это значит благодаря водорослям ну да в значительстве благодаря водорослям ну и океан на самом деле был не только вот часть океана была железная закисная самая глубокая у берега была такая сероводородный слой как современное черное море были еще где-то марганцевые заливы в общем вся таблица менделеева была в океане куда ни в какое море не приедешь там свои особо особые геохимические показатели все больше нет давайте в микрофон наверное коварный вопрос да я сам подведу нет нет я довольно громко говорю вот мы говорим о том что простите у нас просто прямая трансляция еще и люди будут не понимать о чем идет речь без исходного материала не было бы ничего того что мы сейчас изучаем так ведь конечно так вот откуда взялся этот исходный материал исходный материал вы говорите про собственно камушки про то с чего все началось про элементы вот когда у нас был розанов в тольятти он приезжал вы знаете розанов да академик ему тоже задали этот вопрос а откуда же все началось ведь для того чтобы все это и цианобактерии вы сегодня начали да а откуда они начались откуда они взялись откуда взялся тот материал на котором все стоит и развивается все и солнце все и звезд а звезды и солнце лекция про большой взрыв извините это такая энергия она откуда-то должна была взяться как вы относитесь к креационизму отрицательно а почему ну потому что у них нет никакой доказательной базы у них единственное слово есть документ который прошел несколько тысячелетий какой ну этому документу всего несколько тысячелетий а то о чем мы говорим это несколько миллиардов лет что древнее миллиарды лет вот те годы тоже имеют 365 дней в году или нет ну часы имеют 24 часа сейчас а тогда вы уверены что это было тоже 24 можем посчитать все выскопаемые леты сохранилась тогда годы тянули в количестве дней были больше но сам день был короче и о кислороде вы говорите вот задано сразу было кем-то что мы должны должны дышать кислородом а ведь могло быть и наоборот могло ну тогда бы мы не были с такими большими мозгами мы бы не были такими большими кто поставил цель именно задал причину и следствие а здесь никто цель не ставит здесь как получится а как получится мы меняемся как не может быть у нас все все меняется и мы должны меняться вот если мы не будем проводить реформы даже касается конкретно человеческого общества в одной отдельно взятой стране мы вымрем потому что потому что когда-нибудь прекрасная последняя фраза последний тезис вопросов последний в самом начале мы рассказывали о таких лампообразных существах помните но просто они могли быть предками губок кто именно ну такие первые скелетные намоколатусы ну вроде да нет они более сложные чем губки уже они они были фильтраторами ну кроме них там жили другие животные кто-то из них мог быть предком губок не а вот они они нет у них очень сложный скелет у губок такого не бывает а давайте заканчивать мы чуть-чуть выпали за хронометраж может быть пока мы будем собираться еще может быть подойти к лектору задать какой-то вопрос если вы до этого стеснялись в целом я с вами прощаюсь ищите нас в группе архе самара ищите группу архе самара 15 на 4 самара там будут анонсы огромное спасибо что пришли я надеюсь интерес к науке еще взлетит так хороший взлетит в отличие от тиранозавра который так и не взлетел всем до свидания можно купить книжки наверное попросить автограф а и а и мы у и и мы вами мы Продолжение следует...